друзья всех приветствую 30 января 30 дней птицы сегодня контрольное взвешивание значит здесь на верхнем ярусе 46 штук здесь на верхнем ярусе 45 штук сегодня взвесим и рассадим их еще на нижние ярусы вот двух клеток едят они пока 61 температура здесь 20 но под лампы где-то я думаю 24 так а вот здесь посмотрим сейчас у 26 и 6 даже показывает 28 5 и чуть а все понятно вот видите щуп попал на птицу птица у нас горячая горячая птица поэтому такая температура сейчас моего такого зафиксируем посмотрим попозже ноги 24 осмотрел так ну что сказать рад бы я сказать что все нормально но нет ребята у нас опять понос но не у нас а у птицы вот здесь вот смотрите вода на поддоне здесь хорошо будет видно ответьте зеркало воды стоит вот в общем понос короче говоря а вот видели не знаю вот только что сходил по большому вот свежачок но слышите да по звукам я не знаю он на не слышно дрищут со всех сторон 23 января птица у нас сидит на пока 52 маркорм поймет отличный без претензий сейчас значит начинаю я сегодня прям совсем чуть-чуть я сверху дам пока 61 и завтра значит буду давать 25 процентов там потом 50 75 и 100 где-то 26 27 дню мы перейдем полностью на пока 61 друзья третий день перевода у меня с 52 на 61 и вот первые звоночки не хорошее не знаю видно вам в общем короче говоря есть уже некоторые особи которые какают по носу кто-то откровенным поносом кто-то пожиже не знаю видно вам или нет ну ладно посмотрим что дальше будет но перспектива меня не радует 26 января сегодня последний день перевода на пока 61 кормушки еще есть где-то процентов 20 25 пятерки 52 но сегодня вечером там останется только пока 61 вот смотрите какая не радужная перспектива меня ожидает видно да вот пока по кто-то покакал короче говоря дежавю как говорится видите вода на поддоне у птицы опять по нос но не опять а у этой птицы по нос как и у предыдущей партии вот здесь так и вот здесь так же я не знаю видно вам или нет вот здесь особенно заметно вот рискую камеры сейчас насрут на нее так вот видите там прямо отчетливо видно что поймет с водой ну и здесь тоже самое я был бы рад если бы сработала то наша версия по поводу резкого перехода на другой корм но по всей видимости причина все-таки в другом на пока 52 было все нормально и на пока 62 будет тоже все нормально потому как ту партию я тоже кормил пока 62 и там все было четко в общем давать что-то против поноса типа фурозалидона я не вижу смысла какой смысл если поноса от корма дает понятно уже вот дам я и чем не давать его до конца кормления пока 61 и какой эффект будет неизвестно в общем я переживу опять буду чистить но что делать как говорится потеряли мы одну птицу до за это время вот сейчас здесь 91 штука сегодня взвесим и пересадим уже на нижний ярус так щуп поправили давайте посмотрим сколько тут 25 ну 24 будет сейчас он у стаканец тоже я пришел был 24 так вентиляция у меня значит сейчас отключена вот это идет естественное проветривание вот здесь щелевое и с той стороны сейчас покажу щелевое так обогреватель на двойке видно не видно да на двойке обогреватель тут у меня электромонтажные работы видите происходит я наконец-то нашел средства на электрику и вот так у меня здесь все в процессе но потом может покажу все в общем лена приедет вечером сегодня и мы взвесим она у нас в отъездах опять в москве мы с бузерной вдвоем друзья хочу извиниться за количество помета опять показанного в этом ролике и каких-то предыдущих наших роликах но мы с вами как вечно молодые родители по состоянию здоровья нашего ребенка можно судить по его продуктам жизнедеятельности также и у птицы мы можем с вами судить о здоровье нашей птицы по продуктам ее жизнедеятельности давайте мы сейчас с вами взвесим наших контрольных экспонатов экземпляров еще бы найти бы здесь в этой куче мясо тактика смотрите короче наши метки фломастером все стерлись благополучно хорошо что мы одели на них кольца надели на них кольца так не вижу здесь вот так вот один экземпляр давай стой сейчас сразу колечко у него это ослабим подожди тихо 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 слушая ли она сама растягивается нет она свободна пока давай на одну хочешь убрать на одно деление мы сделаем вот так по свободе не сольцы так нет теперь значит что мы делаем 0 0 значит напомню что мы с вами в прошлом нашем замере веса нашли 6 экземпляров приблизительно не приблизительно а ну да приблизительно скажем среднего веса высчитанного нами вес был 660 грамм по моему да сейчас им 30 дней то есть 10 дней они у нас просидели и по таблице должны они весить у нас 1700 1572 грамма вот столько весит так это у нас первый молодец накакал ты мой хороший кстати на как будто нехорошо ну я уже в первую часть ролика подробно на этом вопросе остановился сейчас я помою эту емкость и найду второго так вот второй с этой клетки вес у него был приблизительно такой же сейчас у меня вес тоже приблизительно такой же до 1300 это второй и у нас еще в этой клетке должен быть 3 экземпляр мы сразу можем посмотреть на него и проверить состояние желудка желудочек мягкий так сколько он весит ух ты мой хороший маленький такой 1155 на самом деле помнишь некоторые так 1155 запомнили да давайте так вот из этой клетки пока да возьмем скажем вот крупного вот стоит ну ладно в общем понятно по размеру что скажешь они приблизительно такого же размера клетки сидят ну а есть поменьше да вот маленький допустим смотри не то что маленький прям маленький но он поменьше давай посмотрим 1100 до 1095 90 1090 так ладно в общем не будем рассусоривать дальше поехали давайте с этой клетки тоже контрольные наши три птицы сейчас мы их найдем вот смотрите водяночка водяночка да вот прям смотри видно нет вода красота какая так вот смотрите вот воочию вам можем показать что такое водянка я надеюсь что света передача камера позволит это увидеть видите синюшные покровы все вот он готовый можно его убирать так я пока вот сюда вот на видное место вот первый от водянки уже в этой партии есть пока до этого от водянки погибших не было но вот это первый ладно отвлеклись давайте дальше знаете смотрите водянка начинается основном 30 дней но по нему видно видите у нас стоящий сразу так вот они смотри почему-то они прям пучкаются они наверное дружат между собой вот это нормальный так смотрим 1245 так еще тут сразу был он где сбоку так это тоже нормальный 1355 есть и еще третьего нам надо найти так третий не видишь там нет я не смотрела сейчас ищем лапы так в той стороне не вижу нет здесь я не вижу ну все значит скинул кольцо думаешь на как или мы не видим он там сидит сейчас подождем я не вижу нет 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 но я не видел баросс в общем дел заброшен ну-ка так я сюда гляну так ну что я это не вижу Не знаю, что делать Так, слушай, может, Саша По зоопарке четвертого В эту пилетку определил Ну, хорошо, смотри От него же можно все, что угодно ожидать От меня, то бишь, да? А, Саша, вон он Серьезно, да? О, видите как? Мой косяк, прошу пардону Пардоните, надо говорить Теперь его надо достать Короче, видите, как получилось? Я двух туда запихал, по зоопарке А четырех сюда Ну, ладно, сейчас мы это дело исправим Только достать было теперь Табуретка занята Так, как его? Нужно тебе придумать какую-нибудь хваталку Да нет, хваталка мне есть ни к чему Просто я из табуретки достал Ну, табуретки висы стоят Сейчас мы его попросим сюда пройдить, пожалуйста К нам Вот он, тихо Ага, вот он Так, сюда тоже к этому претензий нет Как бы у него здесь без водянки Тысяча сто девяносто пять Ну, вот, короче, как-то так Как бы, как есть, так и показываем Все, значит, его в эту сторону, правильно? Да Все, его в эту сторону В общем, короче говоря, вот мы веса показали вам в 30 дней Кормят, кормят Кормим мы их сейчас ПК-6.1, как сказали У нас 13 мешков выделено на ПК-6.1 После них будет ПК-6.2 На взвешивании 40 дней, по идее, еще они должны кушать ПК-6.1 Взвесим, расскажем На этом все Как бы сами делайте выводы Анализируйте, да Мы вам показали, как есть Все на этом, всего хорошего, всем пока ПК-6.1